Работники Уральского электрохимического комбината в любом возрасте остаются активными участниками не только общественной жизни, но и различных спортивных мероприятий. Татьяна Карауш всю свою жизнь трудилась на градообразующем предприятии, а на пенсии решила задуматься о здоровье. В Новоуральске много проектов, которые помогают поддерживать организм в хорошей форме. Один из таких – «Живи активно», который реализуется в Уральском роднолесье – экологической организации нашего города. Когда вот пошла на пенсию, решила поддержать как-то себя в состоянии бодрости, активности. Ну, динамические виды спорта как-то мне не совсем идут, а вот это как раз такое. Вроде кажется, что статичные движения, но они нагрузку дают большую, очень хорошие для суставов, для связок. То есть я спокойно двигаюсь, хожу, нигде никакие. Если какие-то где-то возникают проблемы, то скорее выполняю вот эти упражнения, которые здесь нам дают. И, в общем, помогает это очень хорошо. Девиз уральского роднолесья – в здоровом теле – здоровый дух. Команда инициативных горожан занимается разными мероприятиями, причем не только экологическими, но и направленными на пропаганду здорового образа жизни. Один из таких проектов, на которые организация получила президентский грант, собрал более 70 участников. Инициаторы идеи сделали большую работу, а самое главное – получили на ее реализацию финансирование, чтобы у новоуральцев была возможность заниматься восточными практиками бесплатно. Подобные проекты мы вели как инструктора в Новоуральском совете ветеранов. И на основе такой тесной дружбы с Советом ветеранов, на основе их наставничества мы решились податься на президентский грант с этим проектом. Свой багаж опыта в восточных практиках организаторы проекта передают новоуральским пенсионерам. В него входит пять дисциплин – китайская оздоровительная гимнастика, курс йоги, суставной гимнастики, нутрициологии. Также задействован клинический психолог, к которому можно обратиться за консультацией. Тема здоровья, тема долголетия, она неотъемлема. В нее также входит здоровье мозга, то есть это когнитивные нагрузки, это внимание, концентрация, память, которые так или иначе с возрастом снижаются. Наш проект направлен на то, что мы показываем, как можно соединять нагрузки когнитивные, нагрузки физические в правильное питание и как это даст результат в сохранении и поддержании качества жизни. Президентский грант – это для нас такое высокое доверие к нашему труду, к нашей команде. Действительно, с помощью президентского гранта можно заложить расходы практически на все свои идеи, которые хочется воплотить. Фонд президентских грантов существует с 2017 года. С 2020 года новоуральцы подключились к участию в конкурсах. За это время в нашем городе реализовано уже 10 инициатив, которые направлены на улучшение жизни горожан. На них было выделено более 7,5 миллионов рублей из федерального бюджета. На проект «Живи активно» организаторы получили 500 тысяч рублей. Выполняя определенные практики и упражнения, новоуральцы улучшают свое здоровье. Все они познают тайны того, как жить в гармонии с самим собой и миром. Ведь придя к спокойному и стабильному внутреннему состоянию, можно продлить жизнь на долгие годы. Среди участников проекта также Татьяна Черпакова, ветеран Уральского электрохимического комбината. Занятия не подразумевают серьезной физической нагрузки, поэтому, как отмечает сама Татьяна, они даются легко в любом возрасте. Я хожу сюда уже на эти занятия третий год. Это вдохновляет меня, дает мне бодрости. Я стала более подвижна. Но я так-то занимаюсь много спортом. Но тут мне больше как-то и на душе становится легче. Спокойнее дома становлюсь. Так что все это очень прекрасно. Я думаю, что всем надо заниматься этим делом. Особенно в нашем возрасте. Проект развивается благодаря неравнодушию и желанию наставников помогать людям. В дальнейшем есть желание на более продолжительный президентский грант заявиться. И в перспективе мы рассматриваем создание в городе Новоуральске клуба нейромолодость, постоянно действующего клуба, который точно так же будет включать в себя занятия йога, цигун, суставная гимнастика, нутрициология. И мы хотели бы добавить очень интересный инструмент. Это БОС-тренинги. Это использование приборов с биологической обратной связью, которые позволяют тренировать головной мозг. Точно так же, как можно тренироваться в спортзале, тренируя мышцы, точно так же можно тренировать головной мозг. Все это направлено на увеличение продолжительности жизни и улучшение ее качества. Ведь активными можно быть в любом возрасте. Это доказывают и участники проекта «Новые горизонты» организации «Спорт без границ». Уже более 40 лет представители спортивного клуба «Сатори» знакомят новоуральцев с восточными единоборствами. Чтобы привлечь как можно больше людей к занятиям Айкидо, организация также выиграла в конкурсе фонда президентских грантов. Привлекли более 950 тысяч рублей из федерального бюджета для проведения занятий с двумя категориями горожан – людьми старшего возраста и детьми, попавшими в трудную жизненную ситуацию. Люди старшего поколения, исходя из прошлого проекта, захотели бы заниматься, но материально они обеспечить себя не могут. А дети в трудной жизненной ситуации, там родители материально не могут обеспечить возможность заниматься детям в тех условиях, которые у нас сейчас имеются. Поэтому мы через гранты позволяем, даем возможность им заниматься бесплатно, даем возможность им привлечься к этому виду и дальше уже искать возможности дальнейшего развития и взаимодействия. Познание техник Айкидо – занятие нужное и полезное, не только для укрепления физической силы. Основная задача этого восточного единоборства – воспитание духа. Чтобы защитить себя, не только нужны какие-то определенные навыки. Дух нужен. И вот зал через дисциплину, через порядок, через определенные правила поведения, через освоение техник самоконтроля и самозащиты воспитывает, формирует дух. Поэтому неважно, каким искусством ты владеешь, если у тебя духа нет, ты не сможешь себя защитить. Это не первый президентский грант, полученный клубом Сатори. Айкидо доступное для всех – название первого проекта, который отражает самую суть и главную задачу инициаторов – показать синтез древних техник самообороны и борьбы в сочетании с философией гармонии духа. Тогда участниками стали более тысячи человек. Но высокий охват и здесь не главное. Личностный рост и крепкое здоровье – вот те составляющие, к которым стремятся руководители клуба Сатори. В жизни случаются ситуации, когда человек теряет свое здоровье и не всегда удается его восстановить. Семья Веры Аксеновой жила обычной жизнью. Но три года назад все изменилось. Ее муж тяжело заболел и получил инвалидность первой группы. Им буквально пришлось учиться заново жить. Здесь можно обратиться, здесь делают, помогают. Помогает Красный Крест. С нами проводят общение, помогают с общением. Ну, конечно, я там уже все прошла на своем опыте, да, ведь сама одна. Ну, лишний раз, кто вот это не проходил, кто это вот только-только случилось. Как ухаживать, как обихаживать, как поворачивать. И то. Людям, оказавшимся в такой или подобной ситуации, помогает благотворительный фонд Новоуральска. Здесь уже второй год реализуется Центр поддержки семей вместе. Его поддержал фонд президентских грантов, выделив более 2,5 миллионов рублей. По сути, Елизавета Пылаева придумала этот проект для горожан, которые ухаживают за лежачими или маломобильными родственниками. Вот его главная идея. Идея проекта возникла не случайно. Фонд уже давно, с 2011 года, помогает людям в трудной жизненной ситуации. К нам очень много стало обращаться тех, кто ухаживает за тяжелобольными родственниками. И очень часто спрашивали именно средства личной гигиены, потому что это очень-очень дорого. Мы промониторили, мы поняли, что не все люди, даже имеющие статус инвалида, получают такие средства гигиены от государства. Поэтому решили написать такой проект. Очень здорово, что в прошлом году фонд нас поддержал. И мы целый год осуществляли эту помощь. Более 350 семей Новоуральска стали участниками Центра поддержки семей. Здесь они могут получить юридические консультации, походить на курсы по уходу или в группы психологической поддержки. Также бесплатно получить набор средств личной гигиены. Основная часть – это выдача бесплатно пеленок для ухода за тяжелобольным и памперсы. Также в набор входят еще влажные салфетки и крем. А почему именно такой набор вещей? Ну, это вот основные составляющие, которые необходимы для ухода. И мы промониторили перед тем, как подавать грант и поняли, что памперсы и пеленки – это как раз то, что пользуется спросом в семье. Это необходимо и это очень дорого стоит. И, к сожалению, не все жители, не все семьи, которые сталкиваются с такой проблемой, получают это от государства. Поэтому это такая дополнительная помощь от нас. Ну и влажные салфетки, потому что это тоже используется. И крем под памперсы – это тоже очень важно. И вот как часто они получают эту помощь те люди, которые вот к вам приходят? Такую помощь наши заявители получают раз в месяц. Раз в месяц. И вот этого им достаточно, вот, количество, да, которое мы сейчас видим, на вот месяц? Ну, ситуации у всех бывают разные, но, к сожалению, наши средства тоже ограничены. Поэтому мы установили вот такой вот график получения. Но это уже все равно существенная помощь, учитывая, сколько это все стоит. Поэтому, да, раз в месяц. То есть, чтобы получить эту помощь людям, достаточно просто вот обратиться в ваш фонд, правильно? Смотрите, да. Для того, чтобы получить помощь, люди приходят к нам, заполняют у нас заявление на получение помощи, чтобы все было официально, поскольку мы официальная организация. На каждого заявителя, на каждую семью мы заводим индивидуальную карту получения услуг, где отражаем все виды услуг, которые они у нас получают. Это и юридическая помощь, и прохождение курса обучения. И в том числе и выдача пеленок и памперсов. Плюсом еще у нас можно получить продуктовый набор, если это необходимо для семьи, для поддержания ее благополучия. Либо сам человек, который одинокопроживающий, но он маломобильный, тоже может получить. И также одежду, обувь, это у нас тоже имеется, мы тоже этим помогаем. Волонтеры местного отделения «Красный крест» не остались равнодушными. Они помогают фонду «Новоуральска» реализовывать такое нужное и важное дело. Именно они учат горожан ухаживать за маломобильными родственниками. Программа включает общий уход, это включает утренний туалет, это позиционирование пациента, то есть его как правильно переворачивать, как его правильно укладывать. Следующая – это духовная поддержка и психологическая поддержка пациента. Вот такие у нас темы. В Новоуральске около 900 лежачих больных. Родственники таких людей зачастую не знают, куда обращаться и что делать. Они растеряны. Центр учит их жить в такой ситуации, дарит надежду и, главное, здесь можно заручиться моральной поддержкой. Таким образом, подобные инициативы, о которых мы рассказали в нашей программе, отвечают главной задачи фонда президентских грантов. Именно эти три проекта стали победителями конкурса в этом году. Фонд активно развивается. Так, в 2021 году президент Российской Федерации Владимир Путин подписал указ о создании президентского фонда культурных инициатив для поддержки в проектах в области культуры, искусства и креативных индустрий. Поэтому можно с уверенностью утверждать, что фонд президентских грантов дает огромную возможность не только некоммерческим организациям повысить свою эффективность, но также коммерческим организациям и индивидуальным предпринимателям. Миссия фонда – создание условий и возможностей для самореализации инициативных и неравнодушных людей. Конкурс дает возможность получить дополнительное финансирование из федерального бюджета на воплощение своих задумок. В Новоуральске очень много людей, которые создают и реализуют проекты, направленные на решение социальных проблем. И герой нашей программы – яркий тому пример.